Юрий, почему у вас до сих пор нет звания заслуженного артиста России? Это вопрос, наверное, не ко мне, поскольку я не могу себе его присвоить. Я могу гордиться тем, что у меня есть звание, которое мне присвоило пресса, присвоили люди. Мне кажется, что оно даже, наверное, немножко лучше, чем вместе взятые народные заслуги. Легенда там двух поколений, трех поколений, я не знаю уже сколько поколений. Я думаю, что это звание, наверное, гораздо интереснее. А по поводу заслуженного инородного, наверное, еще не время. В многих интервью вы говорили, что ваша жена никогда не была поклонницей Юры Шатунова и не знала даже о вашей популярности в России. Родители, может быть, и слышали, а поскольку супруга моя большую часть жила в Германии, поэтому особо не интересовалась российскими исполнителями. По поводу того, как отреагировали на меня, вообще семейство и вся родня, это было уже категорически сразу против. Я очень долгое время вообще не хотел знакомиться ни с родственниками, ни с тещей, ни с кем бы то ни было. И в конечном итоге, после знакомства со своей тещей, все как бы встало на свои места. Действительно, все мои песни автобиографичны. То есть, я рассказываю о себе, я пою о себе, я пою о тех случаях, ситуациях, событиях, которые происходят в моей жизни. В целом, фильм-то получился хороший достаточно, ну, за исключением-то пару моментов. Ну, а как бы в целом-то хороший, добрый. Я мало знаю людей, о ком снимают художественные фильмы при жизни. По поводу жизненного укрепления, первое правило это, никогда не проси помощи, если сможешь сделать сам. Но, если тебе предлагают помощь, никогда не отказывайся. Понятие друзья, это как бы достаточно относительное, тем более в сфере шоу-бизнеса. То есть, какие тут могут быть друзья? Тут все огромное, много знакомых. Вообще-то, у меня есть собака, достаточно большая, порода кона Корса. Зовут его Нельсон. То есть, это просто должно быть, какая-то животинка должна быть в доме. Я могу утверждать, абсолютно, на все 100%. И что же для вас счастье? Счастье для меня, это моя семья. Кто-то счастлив, имея нефтяную вышку. Кто-то счастлив, имея миллиарды средств. А кто-то счастлив, имея велосипед. Действительно, я счастлив тем, что у меня есть семья, я счастлив тем, что у меня есть сын, что у меня есть жена, которых я люблю. И я думаю, что для меня счастья большего нет. Достаточно много было предложений сниматься и в сериалах, и в каких-то художественных картинах. Ну, как-то, то ли сценарий не понравился, то ли еще что-то. Ну, в общем, как-то не срослось. Я думаю, своей жене я бы просил все. Не имеет значения, какой это был бы проступ. Это все равно осталось бы на ее совести, не на моей. А потом, я не являюсь хозяином ее жизни. То есть, она вправе делать какие-то вещи, которые считает нужными для себя. То, что касается конфликтов в семье, их нет. И вот был вопрос по поводу того, ревнует ли жена меня к поклонникам, да, и так далее, и так далее. Нет.